Смысл имеет настоящее христианство, да? Иисус сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Аминь. И в этом заключается, да, что, оказывается, не всякий. Мы знаем, что широки врата и широка дорога. Куда ведущая? В погибель. Но, как мы много призванных, да, мало избранных, да, Иисус нам всячески рассказывает и показывает, будьте осторожны в том, чтобы то, куда вы идете, был путь туда. Чтобы это не был просто путь толпы, да, чтобы это был путь именно ведущий в жизнь. И, понимаете, мы можем... Это нам не для того... Вот эти слова нам даны не для того, чтобы мы прям вот сильно испугались и разрушились так внутри себя, но все равно испугаться нужно, потому что страх Божий – начало мудрости. Нужно попросить у Бога тогда, сказать, Бог, ну, действительно, раз широка дорога, то веди меня узким путем, веди меня настоящим Твоим путем, веди меня Ты. Вот, и об этом я сегодня хочу говорить. Я сегодняшнюю тему назвал немножко странно, но потом вы поймете. Я назвал ее строчкой из одной песни, которую, возможно, сегодня спою, если не забуду. Я пока не знаю, в какой момент ее спеть, но эта песня, она сломает наши немножко религиозные мозги, потому что это песня Виктора Цоя, и называется она «Тем, кто ложится спать, спокойного сна». Вот. Макс, ты что, ее вылил уже? Не надо ее пока выводить. Я бы не сказал, что прям вот мы будем об этом говорить. Ну, я просто захотел назвать так проповедь, для того, чтобы больше передать то, что хочу передать. Потому что вот там в той песне поется, знаете, это не колыбельная, это не такая песня, успокаиваешься. «Ложишься ты спать, спокойного сна тебе, спокойной тебе ночи». А эта песня, на мой взгляд, она, есть в ней пророческий дух, есть в ней интересные моменты, которые, наоборот, которые, наоборот, поются о людях, которые движутся, которые нечего терять, и они отправляются в путь. И в конце этой песни произносятся такие слова, что вот те, которые отправляются в путь, и там поется так, что «те, кто спасен, те, кто спасен». И вот мне очень странно было, что Виктор Цой в 90-е годы, там, да, в конце 80-х, смог спеть такие слова. Потому что это даже не право... Это вы сами знаете, да, у православных, они практически не оперируют вот этим термином «спасение». Да, у них как бы спасение, оно может быть там где-то когда-то, да. Мы, евангельские верующие, да, читая Библию, изучая ее, мы видим этот термин «спасение», что мы спасены смертью и воскресением Иисуса Христа. И мне очень нравится, что в этой песне, вот он, говоря, что, да, те, кто отправляются в путь, они как раз и спасены. То есть, что спасение нам дается не для того, не как конечный продукт какой-то, а как начальная точка для того, чтобы ты был спокоен, что ты спасен, и ты мог двигаться в своей жизни. Чтобы ты избавился от страха смерти, от страха делать ошибки. Потому что именно этот страх часто людей очень сильно держит. И, но, вот именно то, что сделал для нас Иисус, за нас Иисус, как раз он нас спас уже. Все, и мы можем быть в этом на сто процентов уверены, и это дает нам вообще вот всю вот эту силу внутреннюю и дерзновение двигаться. Понимаете или нет? Поэтому, вот сегодня мы и об этом как бы поговорим. Поэтому сегодня я хочу говорить о водимости Духом. Потому что... И начать хочу вот с того стиха, с которого, например, у меня началось обновление мое. Мое обновление, я уже вам говорил, оно началось со стиха, «Ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих» или «откровения сынов Божьих». Да, я вот попав этот стих в меня, где-то это был, может быть, 14-15 год, он мне стал не давать покоя. И я стал спрашивать Бога, что это? То есть для меня раньше этого стиха не существовало в Писании. Я его не видел. Я его много раз мог читать, но задумываться о том, что вот, ну, какова цель-то моя в этой жизни вообще. Потому что... Почему я начал задумываться об этой стихе? Потому что мне... Мои годы стали подходить к 40 годам, и вот я начал вот задумываться о смысле. Я как бы добился там каких-то моментов в своей жизни. У меня была машина, квартира, деньги какие-то, да, видимый успех. Но внутри было много вопросов. А что дальше? А куда дальше? И вот я в жизни своей встретился именно с этим стихом. «Ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». И я начал спрашивать, что это? О чем это? Я догадался, о чем это внутри. Но мне хотелось разъяснения, мне хотелось еще большего чего-то. И вот я вам говорил однажды, что, да, первая конференция, которую мы провели, обновление, к нам приехал один испанец, ну, их двое, болгарин и испанец. Ну, это было очень значимо для нас, что к нам кто-то приехал. И я уже рассказывал это, как бы подтверждение такое, что я хотел этому испанцу дать направление, о чем ему проповедовать. У меня были такие мысли, ну, как, каким образом, да, рассказать ему, кто мы, чем мы, чем живем, вот мы вот так, вот нам вот об этом, вот, может быть, послушать. А потом мне пришли такие мысли, думаю, ну, он же духовный, Бог же ему говорит, ну, и пускай ему Бог сам скажет, что ему говорит здесь. И я был очень сильно шокирован и удивлен, когда он начал говорить, только начал говорить первые слова. Первый стих, который он сказал, это этот стих был. «Ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих». И все, и отсюда у меня завертелось. И кого ожидает творение, да? Ожидает творение Сынов Божьих. А кто суть Сыны Божьих? Именно вот апостол Павел, давайте мы откроем, Римлянам, восьмую главу. Потому что этот стих, он именно там. И вообще, Римлянам, восьмая глава, я вам, я всегда говорю людям, хочешь настоящее христианство, читай Римлянам, восьмую главу. Хочешь понять суть, вообще, христианства, выучи Римлянам, восьмую главу. Я вот так и не выучил, прям полностью, но я почти выучил. То есть, каждый стих, каждое вот какое-то изречение, которое там сказано, оно, как бы, во мне живет. Вот. И вот этот стих, он девятнадцатый, ибо тварь с надеждой ожидает открытия Сынов Божьих, потому что тварь покорился с уйти недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Вот. В четырнадцатом стихе написано так. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Да? И, да, вот в Библии тоже написано, что Бог дал нам вот эту благодать называться и быть детьми Божьими. Да? Понимаете? Не только называться, но именно быть детьми Божьими. И вот об этом мы говорим, потому что дети Божьи, это не те, которые говорят, ну, все мы дети Божьи. И это тоже, как бы, правда и истина, да? Но суть, здесь написано, Сыны Божьи, кто? Вводимые Духом Божьим. Что это значит, Вводимые Духом Божьим? Ну, как бы все просто, Вводимые Духом Божьим. Правильно или нет? Вот. Дух Святого, ты берешь человека за руку и начинаешь его уводить, да? И вот сегодня я хотел об этом поговорить. Первый момент, это условие. Есть два условия для того, чтобы быть Вводимым Духом Божьим. Первое условие касается нас. Первое условие говорит о том, что это то, что нам, ну, трудно, это немножко противоречит нашему человеческому естеству. Ну, его можно назвать так, блаженный нищий духом, ибо им принадлежит Царство Божье. Вот представьте, Иисус говорит, оказывается, не просто блаженный, наполненный духом, да? Он не говорит так. Он говорит блаженный, сильный, блаженный, умный и мудрый, да? А Он говорит блаженный, нищий духом, ибо им принадлежит Царство Божье. И в этом вот, ну, суть, что для того, чтобы быть Вводимым Духом Божьим, нужна, что? Нищета духовная. Нужна, другими словами, слабость твоя. Нужно незнание твое. Нужно вот... И это парадокс для человеческого сознания. Потому что человек, он как бы вот по своей природе, он все равно стремится к силе и к обладанию знаниями. Правильно или нет? Вот хочешь, не хочешь, мы хотим. И оно приветствуется всегда. И оно на высоте у людей, что, ну, как бы, сильные и умные, они приветствуются. И мы все хотим побольше учиться. И иногда тренируемся, да? Даже физически, да? И так далее. То есть для нас вот это переживание собственной слабости, оно неприятное для нас переживание. Но Бог говорит, что если ты не пойдешь вот в это состояние однажды и не поймешь, что это состояние, это необходимый, необходимое условие, необходимый ингредиент для того, чтобы я мог тебя водить, для того, чтобы я мог тебя наполнить, да? Потому что какой там стакан или сосуд можно наполнить? Пустой, в котором есть место. Правильно или нет? Вот. Поэтому вот этот вот принцип, он первый, он основной, да? Поэтому Иисус, придя в мир, начинает свою нагорную проповедь именно с этого термина. Блаженный нищий духом. Ибо им принадлежит. Все остальное уже происходит потом. Поэтому вот то, о чем я закончил прошлую проповедь, и я заметил, как бы были несколько отзывов, что люди отозвались на это высказывание, да, то, что я попытался объяснить, говорю, что сейчас время какое-то такое, что ты хочешь к чему-то прислониться, что ты хочешь где-то найти опору, что ты хочешь вернуться, может быть, да, в какой-то уклад жизни, который тебя устраивал когда-то, да, то есть как бы вот, ну, просто вот тебе вот только вот это, вот это и все. А тебя как-то вышибло из колеи, у тебя такая нужда живая, у тебя ноющее что-то внутри такое живет, да? И это Бог, понимаете? Это Бог, который вот сейчас потрясает этот мир, потому что, ну, как бы мы сейчас можем видеть, насколько на самом деле человек хрупок, насколько на самом деле человек слаб, слаб психологически, слаб морально, слаб даже физически, да, слаб вот какой-то маленький вирус, да, и посадил всех на измену, да, можем так сказать, в современном слове, да, то, что люди в страхе, люди в ужасе, вот тот пример, который я приводил, идет деградация человеческой личности из-за этого страха. Помните про девушку, которая, ну, девушка и сын, у которых мама заболела коронавирусом, лежит в больнице, и ей просто нужна вода. И вот этот вот страх, он, как бы, вот все, человека сковывает, и человек просто принимает какие-то неадекватные решения. Это не значит, что человек плохой. Это просто человек настолько слаб, вот, духом, настолько он, ну, не может управлять вот этой своей внутренностью и выбрать действительно, ну, правильные вещи здесь, потому что действительно там, ну, ничего сложного не было. Пойти в магазин, у них была машина, спокойненько купить воды, привезти, поставить там и отдать, да. Ну, то есть, вот, ну, как бы, я это говорю, что крыша у человека просто вот едет. И я так понимаю, что будет продолжаться вообще вот это вот некое потрясение, да, когда люди, полные, с одной стороны, знаний, сил, вот этой надменности, о том, что они, как бы, все знают, все понимают, мир будет трясти до тех пор, что люди, они просто придут, вот, помните, как в Библии написано, что люди в ужасе будут говорить, горам, падите на нас и покройте нас, да, просто, они будут еще «издыхать от страха» написано. Представьте? «издыхать от страха». Вот, это говорит нам о том, что, ну, на самом деле человек слаб. На самом деле человек слаб. И если человек, как бы, вот, не найдет внутри себя на что опереться, почему вот псалмопевцы, они говорят, «Господи, Ты мое прибежище, Ты моя скала, Ты моя твердыня, Ты мое основание», да, потому что вот, ну, они действительно понимают, что сила вся, она вот в Духе находится. Она находится в уверенности человека, она находится вот в каком-то уповании человека на что-то, что сильнее его, больше его, да. Это все про Бога. Вот. И, то есть, суть в чем, что христиане, вводимые Духом, они будут знать об этом. Они будут знать о том, что вот моя слабость, вот, то, что сейчас потрясает, то, что меня сейчас, ну, так вот напрягает, это на самом деле для меня благословение. Потому что это для меня лучшая почва для того, чтобы я от всего сердца взывал к Богу. Просто взывал к Богу. Вот. Поэтому, ну, и точно так же сознание. Точно так же это все работает. Потому что, да, те, кто думают, что знают что-то, на самом деле ничего не знают. Понимаете? Вот как только человек там достигает вот какого-то, вот, да, такого состояния собственной мудрости, он на самом деле попадает в огромную ловушку. Потому что, на самом деле, настоящее состояние человека, это все-таки все время находиться в незнании. Все время находиться в незнании. Но, благодаря этому, он спрашивает у Бога, а как лучше? А куда сейчас? А это что значит? А как это применить? А какое слово сюда подходит? И так далее. То есть, мы понимаем, что нам нужна вот эта вот подключенность к банку, к банку знаний, к банку данных. Да, вот, да, хороший пример, там, кредитная карта. Ну, не кредитная карта, карточка банковская, да. Там, да, человек может быть миллионером, но это не значит, что ему нужно носить с собой все время миллионы в чемодане, да. Ему хватает подойти к банку, к банкомату, там, и взять сколько ему нужно, или прийти купить, да. Вот то же самое с сознанием. Наша голова, она не может вместить все Божье знание, всю Божью мудрость. Это очень тяжело. А некоторые вот люди, которые отказываются от Бога в гордости, они пытаются вот это вот все сделать. Но настоящая Божья мудрость, значит, настоящее Божье знание, она настолько, ну, как бы, живое. Мудрость, она живая. Она гибкая. Она вот в этой ситуации, она так говорит, а в этой, и почти в этой ситуации, но в другой, она будет говорить совсем по-другому. Понимаете? Поэтому, да, когда Иисуса постоянно пытались там искусить, в них не получалось. Да, ему там, ему такие сложные задачи ставили перед ним. Так что, платить налоги кесарю или не платить, да? И вроде как, да или нет, скажи. И ты скажешь одно и попадаешь в ловушку, скажешь другое и тоже попадаешь в ловушку. Что сказать? Вот требуется Божья мудрость для того, чтобы объяснить то, что люди пытаются его искусить, да? И он говорит, ну, отдайте кесарю кесарю, а Богу Божьему. И всем все ясно. Понимаете? Всем все ясно. И они замолчали. Вот. Поэтому, вот для водимости духом необходима наша слабость. Потому что тоже, тоже в Гимлянам 8 главе тоже написано, что мы не знаем, о чем молиться, как должен. Но сам дух отдатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Да? Ибо дух сотрудничает. Вот мне нравится очень один перевод, есть современный. Вот здесь, в каноническом написано, что дух подкрепляет нас в немощах наших. А мне нравится такой перевод, где написано, дух сотрудничает с нашей слабостью. То есть, для того, чтобы духу нас водить, для того, чтобы дух мог нас направлять, нам вот необходимо иметь слабость. Нам нужно быть вот внутренне как бы вот ослабленным и сломленным. Помните, как Павел, он однажды говорит, я просил Бога сжал у меня забрать. Трижды просил я Бога. Что Бог ему ответил? Сила моя совершается в твоей немощи. Когда ты, говорит Павел, когда я слаб, он силен во мне. Да? И поэтому Бог говорит, я не заберу у тебя, Павел, вот эту вещь, которая делает тебя слабым. Потому что благодаря этой вещи ты взываешь ко мне, ты нуждаешься ко мне. И моя сила, она действует в тебе. Поэтому, ну, как бы, друзья, дорогие, не бойтесь слабости. Не бойтесь вот этой вот ослабленности собственной, когда... Не бойтесь незнания того, как поступить в этой ситуации. Потому что это, на самом деле, самое лучшее состояние. Я вот, ну, серьезно говорю, я вот опять это переживаю и переживаю. Мне всегда хочется убежать от этой ситуации. У меня вот в прошлые выходные я был настолько разбит такими обстоятельствами, что мне каким-то образом нужно там ехать в Жигулевск, исправлять тот объект, который я не знаю, как исправить. У меня вот, ну, просто вот все внутри сокрушено. Я не знаю, кого взять из людей, не знаю, кого тут оставить. Я вообще не знаю, как это организовать. Я не знаю, какие даже инструменты там до конца взять. То ли ехать мне на газели, которая еле едет. То ли ехать мне на Митсубиси, но тогда не брать бетономешалку. Я действительно, вот, ну, там столько было нюансов, что меня это просто, вот, я не знал, как это сделать. Понимаете? И я просто говорю, Бог, я не знаю. Я вот просто взывал к Богу. Я говорю, я понимаю, что надо вот что-то решить, но ты веди меня, ты направь меня, ты дай мне мудрости принять те решения, которые нужно принять. Когда мне ехать? Ехать мне сразу в понедельник? Или ехать мне во вторник там, я не знаю. Вроде обещал в понедельник. И вот мы даже ехали так, мы даже поехали, там, в понедельник после обеда выехали, и там не на полпути, в середине пути. Я говорю, так, давай мы сегодня не поедем, мы сейчас поедем в магазин, купим лучше вот эти вот вещи. То есть, ну, было полное незнание, полное непонимание, как я это буду делать. И вот, ну, вот эта вот нужда меня, она так направила, так, ну, в итоге мы поехали в магазин, купили очень, ну, правильные вещи, которые действительно нам потом пригодились. В итоге мы не стали садиться в эту газель, которая едет, не стали брать бетонную вижалку. Ну, как бы, вот, получилась у нас нормальная команда, люди были ободрены. Я очень сильно молился, просто чтобы был дух, и все. И я, как бы, опять пережил эту ситуацию, что вот, ну, вот в этой слабости мне всего лишь нужен дух. Все, потому что все в духе. Все ответы в духе. Знание в духе, сила в духе, настроение в духе. Мне не нужны какие-то чудеса, чтобы работа сама сделалась, я ее сделаю. Бог, дай мне духа только, чтобы ее сделать. Дай мне мудрости, чтобы ее сделать. И я вот, ну, вот вновь, ну, как бы, вновь опять пережил. И я, Бог, вот уже на второй, там, на третий день я уже ходил по этой работе, молился на языках, чувствовал силу, видел уже, что мы эту работу делаем, она у нас получится. И я был уверен, что, ну, в итоге мы ее сдадим, и у нас, как бы, на другом объекте тоже все нормально. Ну, и я, как бы, еще раз, еще раз утверждаюсь в том, что, вот, ну, дух первичен. Нам не нужно только вот решение, как бы, наших каких-то чудесным образом наших проблем. Нам просто нужен его дух для того, чтобы принять ту реальность, в которой мы находимся, для того, чтобы принять правильное решение в той реальности, в которой мы находимся. Аминь. И все. И, понимаете, и это вот, еще самое интересное, что это Божий план. Понимаете, Бог нам дает самое лучшее. Иисус умер для того, чтобы послать к нам Духа. Он говорит, что лучше для вас, если я уйду. Представляете? Он говорит, что лучше для вас, лучше для вас, чем вы просто будете вот общаться со мной здесь по плоти, я буду все тут делать чудесным образом за вас, вы будете восхищаться вот так вот. А он говорит, я, ну, потому что если я не уйду, Дух не придет. Утешитель не придет. Вот. Поэтому два момента, два условия для того, чтобы быть Вадимовым и Духом Божьим. Это первое. Наша слабость и наше незнание. Да, то есть как бы вот, ну, это все наша слабость как бы в одном, но слабость это и наше состояние физическое, и наше действительно незнание. Потому что даже сам Иисус объясняет это, когда вот он дает всего лишь одну небольшую формулировку про то, что такое быть рожденным от Духа, если вы вспомните. Когда он с Никодимом разговаривает, он говорит, если не родишься от Духа, не войдешь в Царство Божие. И Никодимом говорит, да как же так, я не понимаю, что мне опять в утробу к матери и родиться. Иисус говорит, рожденный от Духа есть Дух, рожденный от Духа есть Плодь. Дух. И дальше он говорит всего лишь одну строчку. Дух дышит где хочет. Слышишь его шум, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Аминь. Понимаете, одна формулировка. Я всегда говорил, Иисус, ну почему ты побольше не мог мне рассказать про вводимость Духом, про рождение от Духа, про эти ощущения. Почему бы побольше? Ну, на самом деле, в других диалогах мы еще можем там кое-что пособирать об этом. Но вот в этом месте он говорит всего лишь одно. Дух дышит где хочет. То есть, Дух первичен, он говорит. Дух главный. Дух это Бог. Дух, да, и Он решает. Но, помните, Иисус однажды, прокаженный, сказал, если хочешь, можешь меня очистить. И Иисус сказал, хочу. Хочу. Ты должен понять, что Дух хочет тебя наполнять. Дух хочет тебя наполнять. Это Его решение, это Его желание. Он не просто хочет, просто как бы, ну, хочу, наполню, хочу. Он жаждет этого. Это Его решение. Для этого потребовалась смерть Сына Божьего. Для того, чтобы Дух смог прийти и наполнить тебя. Потому что вот это и есть как бы второе, второе условие, вторая причина. Первая причина, это наша слабость, наше незнание. Вторая причина, это Иисус Христос, который отдал себя в жертву для того, чтобы очистить нас, для того, чтобы приготовить нас, для того, чтобы мы, вот, поверив в Его жертву, очистились и получили вот эту некую готовность принять Духа. Понимаете? Готовность, вот эту чистоту внутреннюю, чистоту мотивов. Понимаете? Что ты Духа принимаешь не потому, что ты какой-то хороший, а потому что Он тебя очистил и сделал тебя чистым и сделал тебя готовым для того, чтобы Дух пришел. Он ведь про это и говорит. Он говорит, если я не пойду, Дух не придет. Потому что Он не может прийти на нечистое. Он не может прийти. Я должен вас очистить сначала, я должен вас омыть кровью для того, чтобы вы, вот, в совести своей, просто поверив в это, просто приняли мою жертву и все. И вот тогда Дух уже может. Вот. Поэтому два условия. И они используют, ну, как бы, одно условие от нас зависит. Быть в слабости. Не отвергать эту слабость. Не впадать в этой слабости, в депрессию, а использовать эту слабость для того, чтобы вызывать Бога. Очень хороший пример сам, ну, царь Давид. Да? Величайший царь. Самый крутой царь. Величайший воин, убивший Голиафа. Ходящий в Адимой духом. Почитайте его псалмы. Почитайте его псалмы. Как он кричит к Богу. Истомилась душа моя по Богу. Там, ты прибежище мое. Да, коли, Господи, будешь удерживаться от меня. Да, коли ты не откроешься мне, не придешь ко мне. Да? Вот такие стоны, такие крики. Я просто там вот, он там, я же беден и нищий. Да? Вот. Царь. Царь. Такие псалмы сочиняет. Царь, ты где вообще? Ты куда? Ты беден и нищий? Да? Он про дух говорил. Я постоянно нуждаюсь в Боге. Ты скала моя, ты прибежище мое. Вот, понимаете, вот оно, вот, вот нам демонстрация водимости духом. Понимаете? Демонстрация водимости духом. Настоящая демонстрация. Потому что, ну, вот нужна эта слабость. Это самый крутой царь. Самый мощный, водимый духом Божьим человек. И как он нуждается в Боге. Как он переживает постоянно свою слабость. Враги мои, одолели мои, меня там, да, там, я в полоте просто, говорят, погрязаю. Грехов моих больше, чем волос на голове моей, да? Это все его переживания, это все его крик, это все его сердце. Читайте псалмы. Пропитывайтесь этим духом жажды, этим духом нужды. Потому что, действительно, Иисус говорит, что всякий жаждущий, приди ко мне и бей. Всякий жаждущий. Это условие. Это условие. Жажда, это не очень приятное чувство. Правильно ли? И вот, ну, действительно, вот второй момент, это причина. Это сам Иисус Христос. Это вот, действительно, Сын Божий, водимый Духом Божьим, который отдает себя самого, ради чего? Ради того, чтобы поднять сынов Божьих. Божьих. Он сказал, что если семя не умрет, и в землю не пойдет и умрет, то оно останется одно. А он понимал это, что его смысл, да, не остаться просто вот одному такому, да, на пике, да, и сказать, вот, вот такой Сын Божий был, и все, и больше никогда не будет. Он умирает для того, чтобы размножиться, для того, чтобы поднялись точно такие же, точно такие же, понимаете? И не нужно здесь действительно вот, ну, как бы преуменьшение, но точно такие же в чем? В водимости Духом. Потому что вот все Евангелие, если вы вот посмотрите, опять же, с этой точки зрения, вы увидите, насколько Иисус, Он в один Духом Божьим. Это вот, ну, и он это, там очень интересно нам поясняет. Итак, вся тварь с надеждой ожидает Сынов Божьим. Суть Сыны Божьей, водимой Духом Божьим. Два условия для водимости Духом Божьим мы поняли, да? Это наша слабость, наше незнание, и это то, что сделал Иисус Христос. Все, у нас есть причина, по которой мы и взываем, мы просим. Почему Бог не должен дать Духу? Почему, когда я прошу? Потому что Иисус сделал это. Потому что вот мне нужно, и я хочу, я верю в это, что Он дает Духа. Потому что, ну, вот в этом все Евангелие. Смотрите, Галатом, откроем третью главу, вот здесь Павел, он как бы проговаривается тоже о сути вещей там. Когда Он там ругает их, да? О, неразумные Галаты, Он говорит. Да, вот. О, несмысленные Галаты. Третья глава с первого стиха. Кто прельстил вас, не покорятся истине. У вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере? То есть, да, мы видим, как бы вот, вот эту мысль Павла, что он им напоминает. Он говорит, ну, как бы, суть вообще вот этой всей вести-то была в чем? В том, чтобы вы Духа получили. Вы Духа получили не через соблюдение правил и обрядов, там, из-за того, что вы хорошие или еще что-то. А вы получили из-за проповеди Евангелия, из-за того, что вы услышали о том, что сделал Иисус Христос, приняли это верой и через этого получили Духа. Понимаете, то есть, и там дальше, подающий, пятый стих опять, да, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли законы сие производят или через наставление в вере, да, опять подающий вам Духа. То есть, ну, апостол Павел, он, как бы, вот, ну, людей возвращает, нас возвращает, да, через вот общение свое с галатами. Он нам говорит, что, ну, христианство, это не просто религия, в которую я просто верю там и спасаюсь, так сказать, а это сила Духа Святого. Мы получаем Духа и становимся водимыми Духом для того, чтобы исполнять волю Божью, и это наша реальность. Вот оно, христианство, в чем заключается. Христианство заключается не в том, чтобы мы сидели и смотрели даже на Христа, пускай. Понимаете? И даже восхищались, Иисус какой, как классно, Иисус все сделал, Иисус Господь и так далее. Суть этого для того, чтобы ты стал, как Он. Понимаете или нет? Суть этого, Евангелие для того, чтобы ты стал водимым Духом. Не просто вот таким вот восхищающим, сидящим на стуле, да, вот, именно как в этой песне. А тем, кто ложится спать, покойного сна. Но чтобы ты получил Духа и стал исполнять Его волю на этой земле, то, что для тебя предначертано, это интересная жизнь, это жизнь, задающая Богу вопросы, Бог, а куда мне сейчас? Вспомните Павла. Вот Павел был сначала фарисеем, он гнал церковь, ну, он уже вот был активным таким, верующим, так сказать, да. И вдруг ему Иисус является. А вы помните, что Павел первое, когда, он говорит сначала, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что он ему дальше говорит? Что повелишь мне делать? Вот, понимаете, вот Павел, он был уже как бы правильно выращен, он был уже вот этим евреем, он понимал, что суть-то вот, ну, исполнять волю Божью. И его не интересует там что-либо другое, его просто интересует одно. Раз Бог явился ему, раз Бог открылся ему, раз Бог вот пришел в его жизнь, значит, что-то есть для него, значит, ему нужно что-то делать. Понимаете, и он просто говорит, что мне повелишь делать? И все, и поэтому Павел, он вот действительно сразу получает про себя, что он оружие специальное, что он инструмент. Ему прям вот в первых его днях покаяния, да, когда вот он, ему уже Анания пришел и все это рассказал, потому что Анания не хотел его идти крестить, боялся. Ему Бог говорит, это мой избранный сосуд, я покажу ему, сколько он должен пострадать. Я уверен, что Анания ему все сказала, да, что вот, ну, ты избранный сосуд, и ты будешь много страдать за имя Господне. И Павел сразу приготовился, вот, ну, к определенной жизни. Вот, поэтому суть христианской жизни, это не просто ходить в церковь, это не просто вот ее как-то вот просидеть, там, прожить просто, да, просуетиться, там, да, использовать Бога ради, да, прибытка там какого-то, да, что, да, как Павел тоже там однажды говорит, что некоторые говорят, что благочестие служит для прибытка, да. То есть, ну, это, в принципе, такая модель мышления, когда ты, как бы, так учишься думать, что вот самое главное, это вот быть таким благочестивым, хорошим, и тогда у тебя все в жизни будет хорошо, благословения, денежки будут, бизнес хороший будет, семья, детишки и так далее. Даже не в этом смысл-то. Это все как, ну, прилагается, кому-то это дастся, кому-то это, может быть, не дастся, кому-то нужно вот проходить такую жизнь, как Павлу, да, ему не дались вот эти вот детишки и хорошая такая спокойная жизнь. Помните, он как про свою жизнь рассказывал, про апостольскую, да, меня там палками в сорок раз, по сорок ударов три раза, тут я тонул пару раз, тут еще меня били, тут много раз я в голоде, тут в пости и так далее, да. Вот он чем был, вот этим вот я хвалюсь. Вот, поэтому христианская жизнь, она другим интересна, она интересна именно водимостью Духом. Вот, и теперь мы перейдем, как бы, к другой части, которую я хотел осветить, три этапа водимости Духом. Я бы их так назвал, три плюс один, то есть, этапов водимости Духом три, ну, как вот я хочу их разделить, да, а вот этот плюс один, это, он стоит за чертой водимости Духом. То есть, это христианство, которое, ну, как мы, мы, которое мы часто представляем, что это есть христианство. Потому что настоящее христианство, это действительно водимость Духом, понимаете? Потому что суть Сыны Божьей, водимой Духом. Все, кто не, да, тут же написано, да, а кто Духа, тоже восьмая глава Римлян, там, да, а кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, да, и все. Вот. Я, ну, как бы, понятно, что я говорю в этом плане жестковато, да. Когда, вот я сейчас хочу вам объяснить это. Когда я говорю о трех этапах, это не значит, что ты находишься либо в одном, либо в другом, либо в третьем. Или даже, когда говорю вот про этот этап, который я отделяю, да, что вот ты можешь находиться только в нем. То есть, жизнь духовная, она, вот, немножко вся такая с размытыми границами, потому что это Дух, это нельзя разъединить. Я бы просто здесь хотел, чтобы ты, вот, слушая это, размышлял о той концентрации, в которой ты находишься больше. Понимаете, именно концентрация твоего понимания, твоего хождения, как бы, и вот, чтобы мы поняли, куда нам стремиться в водимости Духом. Что это значит, быть водимым Духом, да. Вот первый этап, который мы уносим за скобки, что это вообще не водимость Духом, это знание Христа по плоти. Я бы его так назвал. То есть, это первый такой пункт, который за скобками от водимости Духом. Ну, через который проходят все верующие. И Павел однажды, он высказал такое выражение, я не буду вам его сейчас находить, хотя, если захотите. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Макс, быстренько открою. Что если, он говорит, если мы раньше не знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем. Он, как бы, людям там определенным говорит про то, что мы уже не знаем никого по плоти, а потом говорит, если мы даже раньше Христа по плоти не знали, то теперь уже не знаем. Что это значит, знать Христа по плоти? Это, ну, такой вид, как бы, христианства. То есть, ну, например, ученики до смерти и воскресения Иисуса Христа, они знали Христа по плоти. Там были элементы духовного, настоящего, правильного понимания и откровения? Были, да? У Петра были, да? Ты, Христос, Сын Божий. Но вместе с этим у него было это, да? Не ходи на крест, Господи, да? И было вот это, отойди от меня, Сатана, да? Было вот это вот, да не отрекусь от тебя никогда. И когда Петух прогон, не знаю о том, о ком вы говорите, да? То есть, вот он, как бы, Петр, да, вот в этом состоянии. То есть, Павел знал Христа по плоти? Знал, когда гнал его. То есть, когда был против Христа. То есть, ну, и вот это вот состояние Христа по плоти, оно не так вот прям важно. Знаете, как ты его знаешь? С какой стороны? Против ты Христа или за ты Христа? Ну, как бы, не так уж это и важно, потому что, ну, вот это наружнее такое знание Христа. Мы все через это проходим. Это вот то, что я вам говорил. Это может быть христианством таким растянутым на десятилетия сидения в церкви и слушания просто проповедей. В этом нет ничего плохого. Это обязательный этап. Мы через это все равно будем проходить. Но мы должны понять, что вот нам необходимо понять. Вот можно дальше стих там? Второй коринфянам. Давайте я открою пятая глава. Шестнадцатый стих. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот она мысль законченная, да? Что должно с нами произойти? С нами должно произойти вот эта перемена мышления в новое творение. Что не Иисус Христос, он просто вот как некий объект, данный тебе для поклонения, для того, чтобы твоя задача была всю жизнь вот просто ему пропоклоняться, и тогда все будет хорошо. То есть ты здесь, он здесь, ты выбрал себе объект поклонения, этот объект поклонения выбрал тебя, и ты вот просто вот все, у тебя есть Христос, у тебя есть кому поклоняться, и ты вот в этом живешь. Он говорит, что вот это вот ныне мы уже не знаем никого по плоти. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. И древнее уже прошло. То есть это должно изменить тебя. Это должно сделать тебя новым человеком. Вот преобразовать тебя для того, чтобы ты пошел, для того, чтобы ты начал им быть. То, что Павел однажды сказал, да, что не я уже теперь живу, но Христос живет во мне. Да, это по-другому можно переформулировать, что я уже не живу, а я уже Христос. Понимаете? Вот так, вот так, ну, как бы, вот так Бог должен изменить мышление, что, ну, уже, помните, я вам объяснял как-то тоже про Дух Святой. Вот, ну, как я тоже это понимаю, что, ну, как раньше думали. Макс, иди сюда. Я уже не помню как-то. Давай, садись. Вот это я. Вот это Христос. И вот мы общаемся, как Его название. Да, что есть объект и есть общение. Вот оно знание Христа по плоти, как у них было, учеников. Они знали Его по плоти, Он был рядом с ними. И что Христос говорит? Он говорит, я уйду, и Дух Святой придет. И мы это представляем, как вот, иди сюда, Володь. Ну, просто неправильно мы сделали немножко, да? Я вас сейчас запутаю, потому что я не готовился. Сиди. Я что сказал? Вот это человек, да? Вот это Христос, да? И мы говорим, я уйду, а Дух Святой придет. И тогда вот так вот, да? Мы поменялись ли с нами. Вот так мы иногда представляем схему христианства. Теперь Дух Святой, Он вместо Иисуса здесь рядом. Но работает это не так. Садись, Вова у нас пока будет. Работает так. Иисус говорит, я уйду, и Дух Святой придет. И действует это так, уходя из земли. Вот так это работает. Ну, понимаете, про что я говорю? Не я уже живу, а Христос живет. Понимаете, Христос живет через меня, во мне. Он живет, Он действует. Именно потому, что Дух Святой пришел, и теперь уже и я, и Христос, это одно. Это важно понять. Потому что, если мы просто думаем, что Христос, ну, как бы, поменялся ролями с Духом Святым, то мы неправильно представляем. Потому что, ну, тогда мы просто вот опять находимся вот в этом христианстве по плоти, в котором мы опять ждем некого действия снаружи, там, и так далее. Да, что теперь действует раньше Христос действовал, там, с учениками, а сейчас Дух Святой действует. Все, а я тут же я. Сижу и ничего не делаю. Понимаете? А когда Дух Святой приходит, происходит эта, ну, замена. Понимаете? Вот это вот ты, раньше был ты и Христос, а теперь появился один Христос, сидящий на тебе, в твоем сердце, в твоем теле. Вот это и есть суть, вводимая Духом Божьим. Понимаете? Поэтому вот этот вот первый момент знания Христа по плоти, да, он должен как бы вот изживать в нас. Понимаете? Поэтому, почему я же сказал, что, да, мы не будем прям вот эти моменты, что человек находится либо в этом состоянии, либо в этом состоянии, либо в этом, либо в этом. У нас все перемешано. У нас все перемешано. Ну, поэтому Павел это и произносит это. Если мы и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем, как бы говорить, я теперь отказываюсь знать Христа по плоти. Мне, ну, мне не так важно вот его по плоти знать. Мне надо, чтобы он внутри меня действовал. Понимаете? Чтобы Дух Святой, он меня водил, он меня направлял. И как это происходит, да? Вот. И теперь мы уже переходим к первому моменту вводимости Духом Божьим. Вот. Я его называю внешним. Да? Это внешний принцип, внешнее водительство, наружнее водительство. Что самое интересное, что вообще вот христиане, как бы верующие, они его, вот этот первый уровень водимости больше всего и считают за водимость Духом Святым. Каким-то таким вот самым главным. Потому что вот в этом первом уровне, первом принципе, есть чудеса, знамения, откровения, сны. То есть вот такое вот направление, которое свидетельствует и мне, и тем, кто вокруг меня находится. Мне очень важно, чтобы те, кто вокруг меня, они, я же ему тоже, да мне Бог сказал. Да у меня вот такое вот откровение. А как Он тебе сказал? Вот, то есть, и мы видим, что действительно вот по церкви, по тому, как она появилась, Дух Святой именно действительно так и действовал вначале. Потому что, ну, ученики, они еще к другому уровню еще не были готовы. И все вокруг не были готовы к этому уровню. Потому что действительно нужен был вот этот вот, вот эта вот сила, вот эти вот чудеса, вот эти вот знамения. Ну, вот, например, Вадим из Петра Духа в случае с Корнилием. Помните, как там произошло? Был такой римский, по-моему, он сотник там был, Корнилий, к которому пришел ангел, к которому сказал ангел, молитвы твои услышаны, ты должен послать людей в дом Кожевника Симона, там есть Петр, он придет и скажет тебе слова, которыми ты спасешься. Он это делает, он посылает. Дух здесь, да, сделал определенную работу. И мы видим также, что у Петра, там тоже в это время, когда люди подходили, у Петра тоже там откровения пришли. Он был, кстати, вот, ну, вот это очень хорошая иллюстрация. Помните, когда Петр получил вот эти откровения свои на крыше? Есть готовили, и Петр так и захотел, что удиваться нету, поэтому я бы их умолю, слушай, что пока готовят, знаете, вот. Ну, потому что уже все свело там, и уже запах, наверное, идет, да, но еда еще не готова, и вот самое время такое идти помолиться Петру, вот в этой слабости, да, своей, как-то время скоротать. Вот он получает там даже откровение такое на фоне еды, да, он есть хочет, запах этот, да, мясо, наверное, жалится там какое-то. И вот там спускается это покрывало, наполненное разными животными, причем нечистыми, да, с точки зрения евреев, ему говорится, закали и ешь, он, да не ел, я не в жизни, есть-то хочется, да, а ему там вот этот голос, закали и ешь. И вот он мог по-разному это интерпретировать, наверное, но как только закончились эти действия, да, и он размышлял, что же это значит, закали и ешь, да, в дверь постучали, и там тоже так сказано, что Дух Петру сказал, «Это за тобой, это от меня посланный, там, не протився». Вот, то есть, и после этого Петр услышал ихний рассказ, поразмышляв над тем, что произошло, идет, проповедует, там они крестятся Святым Духом, язычники, да, первый раз язычникам благовествуется Евангелие, Дух Святой на них сходят, они, евреи, сами в шоке, что Дух Святой сошел. Петр вспоминает то, что было вот это вот покрывало за колеешь, он понимает, для чего это было, и он их тоже крестит в воде, и все вот, они, происходит вот это вот новое такое движение Духа, проповедь язычникам. Первый раз упали эти границы, первый раз Бог повел куда-то людей, куда они еще как бы никогда не ходили. Вот она, Вадимый, с Духом в чем? Что идти туда, куда никто никогда не ходил. Но через что Бог ведет? Через знамения, через чудеса, потому что потом пришли евреи, помните или нет? Потом пришли евреи, говорят, что язычникам ходил. И им все равно, что Петр с Иисусом ходил, первый апостол там, откровение у него, пять тысяч покаялась и так далее, Петр начудил для них, все, Петр вообще, ну, просто исполнил. Он говорит, слушайте, тут такое было. И рассказывает, того ангела эти пришли, у меня тут полотно, и все вот это, и потом на них Дух, и они на языках, и кто я, чтобы им запретить. И они тогда подумали, подумали, говорят, ну да, действительно, Бог послал спасение язычникам. То есть вот они, да, такие, за Бога решают. И действительно, ну часто мы находимся под вот этим давлением людей, да, которые там принимают тебя, не принимают. Ты будешь двигаться Духом, ты будешь делать какие-то новые вещи, тебя Бог улечет, и что тебе нужно? Часто, вот в начале этого движения, да, пока на тебе еще, как бы у тебя недостаточное все, вот эти вот откровения, чудеса, знамения, что действительно Дух проговорил, тебя будут проверять, а точно Дух говорил, а как это тебе Дух говорил, вот так вот Дух говорил и так далее. Вот это первая стадия водимости Духом. И ее часто вот на ней ставят печать, все, вот это водимость Духом. Только вот такая вот. Если у тебя будет какая-то другая водимость Духом, то ее люди не будут принимать. Почему? А где чудеса? Где знамения? Где силы? Где откровения? Где сны? Ну, мы же тоже хотим понять, ты там понял, у тебя есть откровения, а у людей часто не хватает. Вот. Я говорю, часто мы, как христиане, вот в этой стадии задерживаемся. И вот дальше часто не идем. Это внешняя стадия водимости Духом. Понимаете, почему внешняя, да? Потому что есть какие-то внешние проявления, есть какие-то доказательства у одних, у вторых, подтверждения там и так далее. Вообще, откуда я взял вот эти три стадии? Я эти три стадии взял у апостола Павла. Если вы знаете, у него было три круга, три путешествия апостола Павла, где он был послан, как бы, да, где он исполнял вот эту миссию. У него три миссионерских путешествия. И вот первое миссионерское путешествие, оно как раз и началось именно таким образом, как я вам рассказываю, что они молились там, постились, он был с Варнавой, они уже учили, у них там было пробуждение в Бантиохии, то есть, как бы, там было все, как бы, хорошо. И там что? Помните, пять человек там было, и там написано так, что Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я для них определил. То есть, да, и мы понимаем, что это слышали каким-то образом все. Может быть, через кого-то, то есть, они поняли, что Дух сказал, подтверждение было, было некое вот такое вот дуновение Духа. И вот Павел идет в свое первое путешествие, да. Круто? Круто. В этом первом путешествии у Павла как раз тоже вот все движется таким образом. Если там вспомните, там, мы хотели пойти в Асию, но Дух Святой не пустил нас. Потом приснился сон какой-то македонянин, который говорит, приди и помоги нам. И мы рассудили, что нам нужно идти в Македонию. И они пошли в Македонию. Понимаете, да? Все вот это вот первый этап водимости Духом. Дух проявился, Дух сказал, приснился сон, откровение, подтверждение, и вот они, они как бы не знают, туда запретили, сюда пошли. Вот она первая стадия. Внешнее водительство. Но вторая стадия, это внутреннее водительство Духа. Вот так бы я это назвал. Внутреннее водительство Духа. И она уже, это уже следующая стадия, это уже более глубокий уровень, это уже более крутой уровень. Это, в принципе, уровень самого Иисуса Христа. Если вы вспомните, как Иисус об этом говорил. Иисус говорил, я всегда делаю то, что Отец хочет. Вот это его понимание. Он уже слит с отцом настолько, что его желание, это и есть желание отца. И если он не хочет чего-то, это тоже желание отца. Если он хочет чего-то, это тоже желание отца. Это уровень царя Давида, который вот тоже дошел до этого, да, что Бог сказал, что избрал я мужа по сердцу моего, который исполнит все намерения мои. Да, и мы видим, что вот первый даже уровень, вот Саул, он был в один духом. Вы знаете об этом или нет? Он был в один духом на первых своих этапах. И он, вот это внешнее водительство от духа. Он исполнялся духом, он победил врагов, на него действительно сошел дух. И мы читаем это в Библии, в царстве, где сказано, что Саул стал другим человеком, да, и действительно на нем была сила, он двигался. И если кто-то думает, что он мало был царем, то он был царем 42 года. Нормальное время, да, для царя это 40 лет. И даже когда ему сказали, что ты не будешь царем, он еще два года пересидел. Понимаете? То есть, как бы вот, он так держался за трон, что он по плоти пересидел на этом троне. Поэтому, да, речь идет, когда Бог сказал, что ты не будешь царем, это говорит о том, что вот не такая будет водимость духом. Понимаете? Не внешняя будет водимость духом. Вот эту внешнюю водимость духом мы оставим. И я нашел более лучший способ вас водить духом. Вот новый завет, который Бог завещал своим сынам. И запишу законы мои в мыслях ваших и на сердцах ваших. И не будет учить ближний-ближнего своего. Но все от малого до велика будут знать Бога. Понимаете? То есть, вот оно, внутреннее состояние. И он находит Давида, которого, да, то есть, там схема какая даже была, что у Саула, ну, я люблю эту просто всю эту историю, у Саула был пророк, через которого он получал внешне Слово Божье. И мы видим, что он не смог исполнить Слово Божье, полученное внешне. И я, вот многие, прям вот, знаете, иногда бьют верующих вот этим словом, да, что послушание лучше жертвы. Все это понятно, да, и вот там не будь как Саул, вот смотри, Саул не послушался, и ты не послушный, ты должен слушаться, да, и так далее. Кого слушаться? Человека слушаться? Духу нужно слушаться, да, нужно иметь такие отношения с Богом. Потому что вот эта вот передача воли Божьей через человека, или через какие-то внешние факторы, она в итоге тебя все равно приведет к тому, что ты не исполнишь однажды волю Божью. Ну, как Саул, он не исполнил ее. Вот. Хотел очень сильно, но не исполнил. Много исполнил, но не смог вот исполнить важных ключевых моментов. Почему? Потому что внутри него это не жило. Вот. Когда ему сказали, нужно убить всех и никого не оставить, и весь скот, и все сжечь, потому что это заклятое, да, вот пророк, он как бы принес этот дух от Бога, вот этот гнев Божий на этот народ, чтобы царь, он смог исполнить вот это вот отомщение, да. Когда Саул как бы всех убивает, победу делает, но тут вот скот оставляет, царей оставляет, а что это как не любовь к деньгам и любовь к власти, да. Вот эти вещи, то есть эти вещи, они внутренние, они не уходят, и человек, ну, как бы не может это исполнить. Ну, мне нравится Давид, над которым уже нету пророка, над которым уже нету человека. И да, он там падает, он согрешает, но Давид движется сердцем. Давид движется желанием сердца. Ему дана эта благодать делать то, что он хочет. И если он хочет убивать всех врагов, он их убивает, и это воля Божья. Если он хочет кого-то миловать, это является волей Божьей. Это второй принцип. Это, я бы так сказал, это главный принцип. Это вот именно внутренняя водимость Духа, да. Это вот апостол Павел, которому вот во второе путешествие, когда он идет, там сказано так, что пришло на сердце Павлу посетить всех тех, у кого они были первый раз. Видите инициативу, где рождается? Не пришел Дух Святой, не приснился сон никакой. В его сердце рождается желание к этим людям, любовь к этим людям, настоящее вот это вот христианство, понимаете, в общении. Я вам говорю, что именно из этого, вот знаете, первый этап водимости Духом, он крутой, он красивый, он с чудесами знамений, но он не такой плодовитый, как второе. Потому что на самом деле все в плоде, которое мы понимаем, что мы должны принести. И вот если мы просто хотим как бы такой славы, ну как бы красоты такой, то вот первого этапа достаточно, вот так, так, ты будешь рассказывать. Знаете, я иногда думал, иногда думаешь о всех чудесах там, да, которые вот хочется, чтобы Бог совершил. И вот такое чудо есть, как воскрешение, да, человека. И ты думаешь, ну да, вот, воскрес бы кто-то, да, или там побывать бы свидетелем воскрешения. А я для себя определил, я не хочу. Вот, представляете, если я там однажды это увижу, произойдет, я могу стать просто свидетелем этого чуда всю свою жизнь. Знаете, есть люди такие, они что-то вот пережили, они стали свидетелями там чего-то. И вот их из церкви в церковь там, и у нас расскажи, и у нас расскажи. И вот они ездят, рассказывают. Вот оно круто, круто, оно людей вдохновило, вдохновило. Но все, вот он, все, он остановился, понимаете, как личность, как вводимый духом человек. И я вот для себя тоже говорю, что ну я вот не готов, не хочу я об этом все время рассказывать. Потому что, ну да, это вроде вдохновляюще, да, это вроде красиво. Но то ли это, что должно быть в моей христианской жизни. Вот, и поэтому, ну вот эта вот вторая, вторая стадия, она более плодовита. Знаете, чем она плодовита? Вот у апостола Павла. Из нее рождаются послания Павла. Знаете, намного круче. Уже ни чудеса, ни знамения, ни сила. Мы имеем послание Павла к церквям. Мы имеем его переживания за церковь. Мы имеем его сердце. Мы имеем его вот это вот желание при невозможности быть там писать им. Понимаете? Вот оно чудо. Знаете, вот оно рождение вот этой вот водимости духом. Он вот это вот из себя рождает. Из-за чего? Из-за переживаний. Из-за глубоких переживаний. О людях. О живых людях. О тех, кого он знает. Понимаете? Я уверен, что он не пишет эти послания на тот момент, думая, что вот это будет Библия и все мы будем писать. Потому что если бы он это как бы понимал, ну тоже трудно это было бы, да. Он бы может быть еще каких-то завиточков бы там накрутил. А может быть и понимал что-то уже, да. Может быть было что-то открыто. Но вот он, понимаете, настоящий мотив. Вот она водимость духом. Из переживаний твоего сердца. Это более глубокая водимость. Это более настоящая такая водимость. Это уже, ну как бы вот, твое решение. Твое желание. Ты сам решаешь. Так, а что там делать? Вот в Коринфе произошла ситуация. Один спит со своей мачехой. Что делать? Все, душа Павла, она разрывается. И такой срам. И аэти на все это смотрят. И вот у него, понимаете, это вот рождается. Он пишет об этом. И мы до сих пор читаем, учимся. Учимся как реагировать, как думать, как смотреть. Понимаете, какой плод. Павел до сих пор об этом говорит. И вообще, как он много говорит, да. Потому что вот, ну, он дошел до этой стадии внутреннего водительства, да. Не только чудесами и знамениями. Вот. Действительно, когда вот мы смотрим, если вы внимательно почитаете Деяния апостолов, как Павел был в один, то вот если вначале он двигался какими-то чудесами и знамениями, то потом там уже все время написано, Павел решил, Павлу пришло на сердце. То есть Павел уже, ну, действительно вот решает. Он решает. У него уже столько духа. У него уже столько откровения, что он уже просто вот сам решает. И мы должны вот, ну, стремиться к этой стадии. Понимаете? Я уже же сказал, что для нас вот, ну, вот эти стадии, они не работают как вот. Я либо в этой, либо в этой, либо в этой. Понимаете? У нас есть и из той стадии, и из этой стадии мы некая смесь вот этих вот всех моментов. Но вот самое лучшее, это вот водимость внутренняя. И третья уже стадия, это Голгофа. Это Голгофа. Это когда, ну, то есть первую стадию мы как называем, да, что я, дух меня влечет, дух мне показывает, дух мне открывает, и я туда иду. Вторая стадия, это я хочу идти, просто вот, ну, куда влечет меня моя внутренность, да. А третья стадия, это когда я хочу идти туда, куда я не хочу идти. То есть духа Божьего на мне уже настолько, как бы, больше, да, внутри меня, что я уже хочу идти туда, куда не хочет моя плоть, куда она боится, куда вот страшно, ну, то, что куда пошел Иисус Христос, да. И вот вспомните, как они все об этом говорят, да, то, что Иисус, он там, Петру тоже вот говорит, когда Петр его начинает останавливать, да не будет с тобой это Господи, да, и он говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о Божьем и о человеческом. Апостол Павел тоже переживает похожие вещи в своем водительстве, да, когда он говорит, что дух везде мне свидетельствует о том, что ждут меня, там, тюрьма, проблемы, гонения и так далее, да, и что я вас уже не увижу больше лицом к лицу. И люди начинают его что делать? Останавливать тоже. Мы всячески бросились, там, говорит, на Павла, начали его говорить, он говорит, что вы разрываете в моем сердце, что вы меня терзаете? Я не просто готов, я хочу, я жажду туда идти, потому что вот, ну, я хочу не просто, говорит, страдания получить, я хочу умереть за Христа, да. И вот филиппийцам мы недавно читали, да, что Павел, он отказался от этой фарисейской праведности ради того, чтобы достигнуть Христа, достигнуть воскресения мертвых, да, уподобиться, говорит, страданиям его, чтобы вот и смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть вот оно, влечение Павла, вот он третий уровень такой, да. Ну, что я могу сказать про третий уровень? Ну, мало я, чем могу сказать про третий уровень, потому что, ну, третий уровень, это вот до него дорасти нужно, да, до него дожить нужно. Я просто понимаю его как издалека, как некую такую картину, да, которая возможна, да, как награда самая высшая, да. Поэтому и немногие пойдут на этот третий уровень водимости, поэтому тебе не нужно, да, на своем, там, первом, втором и до первого, первым, как бы переживать за этот уровень, что Бог якобы поведет тебя туда, куда ты не хочешь. Вот, ну, понимаете, Бог не поведет тебя туда, куда ты не хочешь. Бог, наоборот, будет тебя предупреждать, не ходи туда, там страдания будут. Вы понимаете, как это работает? Сначала апостол Павел в своем водительстве, он был охраняем духом, и ему дух говорил, проблемы там будут. Его на крыше, в корзине со стены, помните, в Дамаске там, да, то есть как бы вот у него были предупреждения, у него были люди, его наоборот от этих опасностей раз спасали, два спасали. В Ефисе был мятеж. Павел, я выйду, я выйду. Помните, люди вцепились, нет, Павел, не выходи, не выходи. Его удержали, потому что, ну, не время было Павла, да. Вот, поэтому, как бы не нужно там думать, что, ну, бояться этого третьего уровня, да. Не нужно вообще, ну, как бы вообще про него думать, желательно. Потому что, вот я говорю, что Бог, он, пока он нас не будет, не сделает вот этими сынами, водимыми через внутреннее твое желание делать то, что Бог хочет, и ты делаешь это, да, вот это вот соединение твоих желаний и Божьих желаний, что ты вот полностью хочешь делать то, что Бог хочет. Все, вот пока ты эту стадию не пройдешь полностью, не изживешь ее, да, не попрактикуешь ее, что ты вот просто вот делаешь то, что ты хочешь, и ты живешь. Ты не пойдешь в эту стадию, в третью, куда ты не хочешь. Просто иногда вот, я так считаю, проповедники, они немножко манипулируют вот так вот тобой, что, а, ты не должен делать то, что ты хочешь, потому что, смотри, Иисус, Он не делал то, что Он хотел. Он идет на крест, Он идет на Голгофу. Понимаете, про что я говорю? Что, ну, тебе до Голгофы еще далековато. Тебе, прежде чем пойти на Голгофу, нужно вот пожить вот этой второй стадией, настоящей водимостью Духа из тебя самого, изнутри, чтобы ты прям вот, ну, настолько доверился Божьему Духу и вот, ну, Ему как желанию внутри тебя, чтобы потом вот этот Божий Дух уже смог тебе предложить, а не хочешь ли еще больший высокий уровень, что вот, ну, через вот это вот желание. И ты уже, вот если ты созревший сын, взрослый сын, ты, конечно же, выберешь уже, фу, конечно, хочу. И ты будешь не... И ты будешь вот иметь это сердце, как у Павла, да, что он говорит, не останавливайте меня, не вздумайте меня останавливать. Я не просто хочу, я очень хочу, я жажду, я мечтаю об этом. Это для меня награда, это для меня самое лучшее вот... Я дождался этого, что я готов полностью уже на это идти. Понимаете, поэтому не очень это хорошо, когда мы все в христианстве перемешиваем. Во времени, вот что, вот это вот все вещи, что это все христианство. Знаете, вот настоящее христианство – это водимость Духа. Христианство по плоти существует, как знание Христа по плоти. Это тоже, ну, своеобразный этап, нормальный этап, этап младенчества, этап вот, ну, твоего возрастания. Но Бог хочет тебя довести вот до этого взрослого сыновства, которого Бог будет направлять через свое сердце, до этого самого плодовитого христианства. Когда ты просто будешь... Я не знаю, это, понимаете, это может не быть, как у апостола Павла. Ты можешь быть просто духовным человеком, ходящим в церковь, любящим людей, открытым сердцем. И через себя Бог будет двигать, ты будешь просто открыт для людей, решать их проблемы, советовать, утешать, поддерживать, когда никто не может поддержать, да, там. И вот ты просто можешь быть вот этим вот действительно настоящим Христовым Сыном среди вот этого развращенного рода. И понимаете, и Бог будет через тебя, может, великие вещи в итоге делать. И это то, во что я верю. Субтитры подогнал «Симон»